Предисловие партнера по изданию Так что же на самом деле нас мотивирует? Сегодня большинство компаний, руководителей и сотрудников живут в мире, где значение внешней мотивации чрезвычайно велико. Считается, что для повышения эффективности и увеличения производительности людей нужно вознаграждать за хорошее и наказывать за плохое. Это своего рода мотивация 2.0. Но, образно говоря, внешние поощрения могут как следует работать только когда речь идет об алгоритмируемых задачах, которые сотрудник решает на рабочем месте. Тогда как по оценке консалтинговой фирмы McKinsey в США лишь 30% новых рабочих мест связаны с алгоритмируемой работой, а 70% людей ждет деятельность с элементами творчества и анализа. Приведенная статистика заставляет коренным образом переосмыслить подход к современному менеджменту. Важнейшее, на мой взгляд, послание Дэниэла Пинка выглядит так. Секрет высокой производительности и работоспособности заключается не в наших биологических потребностях и не в поощрениях и наказаниях, а в нашем глубинном стремлении управлять своей жизнью, развивать и расширять свои способности и вести жизнь, в которой есть цель, предназначение и смысл. С этим трудно не согласиться, шаг за шагом следуя за аргументами автора, подробными кейсами, многочисленными ссылками на результаты психологических исследований и тому подобному. Социологи говорят, что обладание состоянием, превышающим определенный не такой уж фантастический порог, не приносит людям более высокого уровня удовлетворенности. То, как именно люди тратят свои деньги, не менее важно, чем то, сколько они зарабатывают. Так, трата денег на других или на благое дело повышает ощущение внутреннего благополучия. Невозможно жить по-настоящему полноценной жизнью, не ощущая принадлежности к чему-то более великому и долговечному, чем ты сам. Отталкиваясь от этого, Дэниэл Пинк предлагает новую систему мотивации для творческих, креативных людей, 3.0. Три ключевых элемента лежат в ее основе. Свобода выбора, мастерство, наличие достойной цели. И эти составляющие возникают у сотрудников не благодаря усилиям руководителей, а идут изнутри, ибо они естественны для думающих, интеллектуально и духовно развитых людей. Дело компании осознать это и создать условия и атмосферу для их реализации. Здоровое общество и здоровая коммерческая организация начинаются с постановки цели предназначения и рассматривают прибыль как средство продвижения к этой цели или как полезный побочный продукт ее достижения. Посмотрим на некоторые особенности нашего сегодняшнего российского бытия с точки зрения тех аргументов, которые приводит Дэниэл Пинк. Автор явно говорит о людях, находящихся в пирамиде Маслоу выше третьего уровня. И возможно таких в США 70% и более, но в России это далеко не так. Он оперирует концепцией Генри Минсберга, в рамках которой достойная заработная плата рассматривается скорее как гигиенический, а не определяющий мотивирующий фактор. Россия еще очень далеко до уровня развития, при котором такая концепция стала бы актуальной. Производительность труда в России в два раза ниже, чем в Мексике и Бразилии, в три раза ниже, чем в Англии и Франции, и в четыре-пять раз ниже, чем в Германии и США. Система образования, подготовки кадров переживает не лучшие времена. Для реализации подобных подходов необходимо иметь эффективную корпоративную и национальную инфраструктуру. Плохо алгоритмируемые, то есть эвристические виды деятельности, существуют, как правило, в высокотехнологичных отраслях, таких как сервисная, инновационная, изобретательская деятельность, прикладные науки, неокор и тому подобное. В России эти направления развиты совсем не так хорошо, как хотелось бы. Очевидно также, что необходимо иметь соответствующую структуру экономики, трудовое законодательство, бизнес-климат. Для внедрения системы мотивации 3.0 важно пройти этап рутинизации и алгоритмирования рабочих процессов, иметь высококвалифицированную рабочую силу, высококвалифицированный менеджмент и тому подобное. Если не учитывать все перечисленное, то эксперименты с внедрением мотивационных принципов, о которых пишет Пинк, закончатся очень грустно. Думается, что при определенных тенденциях в России подобная система мотивации сотрудников вполне может стать реальностью в недалеком будущем. Отдельные компании, а их немало, не только вполне способны применять подобные подходы, но уже это делают. Известны примеры в IT-бизнесе, инжиниринге, маркетинге и других. Подводя итог, можно сказать, что перед вами, уважаемые слушатели, великолепная своевременная книга, вдохновляющая и заставляющая думать. Сергей Анисимов, президент группы компаний Стинс Коман. Предисловие к русскому изданию. Уподобляя подходы к мотивации устаревшим и кардинально новым операционным системам, Дэниел Пинк может помочь читателю и слушателю, образно говоря, перезагрузить сознание. Оказывается, многочисленные исследования показали, что далеко не всегда принцип «если то», то есть привязка стимулирования к достижениям, дает позитивный эффект, а иногда даже тормозит творчество и активность. Интересен сам подход. Дайте человеку получить удовлетворение от самого дела, от творчества, и он достигнет большего, чем при стимулировании премиями или признанием. Пинк пишет о позитивном опыте крупных компаний, в которых 20% рабочего времени сотрудники с разрешения и даже побуждения руководства занимались теми проектами, которыми хотели. И именно решения, созданные в 20% времени свободы, оказывались наиболее инновационными и революционными. Так, например, именно в период свободного творчества в компании 3M были придуманы знаменитые стикеры, без которых мы сейчас уже с трудом можем представить офисную жизнь. Правда, наряду со свободной мотивацией Пинк говорит о том, что все это будет работать только в том случае, если базовые, в том числе и материальные потребности, уже реализованы, а человек занимается интеллектуальным и творческим трудом. Так что, думаю, эта книга будет наиболее полезна тем, кто управляет именно таким типом людей. Для тех же, у кого другой тип персонала, где работа носит монотонный, рутинный характер, к внедрению идей Пинка надо подходить с осторожностью. Самое главное, нестандартный взгляд автора в сочетании с доказательной базой поможет расширить свое мировосприятие, посмотреть на привычные схемы под новым углом зрения. Светлана Иванова, автор бестселлера «Искусство подбора персонала», партнер и руководитель Лаборатории управленческих технологий SRC Lab. Лаборатории Светлана Иванова Продолжение следует...